Кандинский – это бесплатный конструктор сайтов для НКО и подписчики нашего канала об этом знают. Я делал курс по Кандинскому даже два, но он постоянно обновляется. Это первое. И люди продолжают задавать вопросы. Это второе. Поэтому сделаю еще один курс и постараюсь ответить на самые частые вопросы, которые присылают в техподдержку, а заодно расскажу про основные фишки в обновленном Кандинском. С обновлением мы собственно и начнем, но два слова скажем и об установке Кандинского впервые. Начиная с версии 2.0 обновление Кандинского происходит полуавтоматически. Что было до версии 2.0 и была ли тогда вообще жизнь, я расскажу чуть позже. О том, что вышла новая версия, админка вопиет в нескольких местах. И на главной, и в Кандинском. Нет, здесь не вопиет, но зато здесь вы можете посмотреть, какая у вас стоит версия. И в обновлениях вам пишут, что вы можете обновить тему до версии 2.3.3 и собственно в темах. Ну давайте отсюда мы и обновим. Нажали на кнопку. Все. Тема обновлена. В комментариях было много вопросов, не сломает ли обновление сайт. Я думаю это фантомные боли от перехода с версии 1.0 на 2.0. Отвечаю. Нет, не сломает. Теперь и всегда обновления проходят так, как я показал. Нажали на кнопку, получили новые фишки. Все старые останутся, как и ваш сайт. Если вдруг выйдет что-то подобное Гутенбергу, что полностью изменит представление о структурировании сайта WordPress и изменения в Кандинском будут настолько глобальными, как переход с 1.0 на 2.0, разработчики вас предупредят. В закладке Кандинский можно убедиться, что вы перешли на новую версию. Если в закладке Кандинский пишут, что вы не перешли на новую версию, не спешите паниковать, а обновите страницу. Я, кстати, однажды начал паниковать. Что делать, если вы все-таки не перешли на новую версию? Теоретически такого быть не должно, но вдруг. Уж не знаю по каким причинам. Тогда вам нужно зайти на сайт Кандинского. Ссылка в описании. Тут на главной есть информация, какая версия сейчас актуальна, а также можно посмотреть историю изменений. Здесь же можно скачать дистрибутив новой версии для последующей его установки вручную. Также все актуальные релизы выкладываются на гитхаб. Но при скачивании с гитхаб есть проблема. Он автоматически добавляет к названию папки слово мастер. Это особенности сервиса и если вы скачаете дистрибутив с гитхаб, автоматического обновления впоследствии вы лишаетесь. Так что с гитхаб не качайте. Вернемся к установке. Значит, Кандинский — это просто тема. Вот она активирована. В левой панели есть эксклюзивные вкладки Кандинского. Вот мы активировали другую тему. Все вкладки пропали. И сайт, казалось бы, тоже пропал. Но на самом деле он никуда не делся. Давайте вообще удалим Кандинского. Это нет, сейчас. Чтобы подтвердить, что сайт никуда не делся, заново активируем Кандинского. Вот как выглядит сайт. Он тестовый, здесь ничего нет. Единственное, что я поменял, вот это название. Написал, что это сайт на Кандинском. Запомнили и удаляем Кандинского. Все. Вот такой теперь кошмар. Где наш сайт? На самом деле, ничто на земле не проходит бесследно. Идем в темы и устанавливаем новую тему. Загрузить. Выберите файл. Находим скачанный дистрибутив Кандинского и устанавливаем. По такой же схеме вы действуете, если впервые устанавливаете Кандинского. Но об этом я подробно рассказывал в предыдущем курсе по Кандинскому. Ссылка в описании. Тему лучше активировать отсюда, чтобы не запутаться, если у вас уже был Кандинский. И все. Если вы устанавливаете Кандинского впервые, у вас запустится автоматический мастер настройки. Вот такой. Его обязательно нужно пройти. Если вы уже устанавливали Кандинского, мастер проходить не нужно, даже если вы в какой-то момент удалили тему. Все. У нас стоит Кандинский 2.3.3. И при переходе на сайт мы обнаруживаем, что даже при удалении темы он не удалил информацию, которая была на сайте. А вот название он его сохранил. Так же, как сохранил бы всю остальную информацию. Вот эти крупные панели есть только при первой установке и видны только вам, администратору. Они не видны посетителям сайта. Это подсказки по блокам от разработчиков. Их можно удалить в админке. Просто выделяете, нажимаете delete, но не удаляйте первый. Сейчас объясню почему. Потому что удалить сразу все подсказки можно в первой панели даже не заходя в админку. А вот эта кнопка удалить все подсказки. И все. Теперь перед нами готовый сайт напрочь лишенный содержания. Теперь, как и обещал, расскажу про переход из версии 1.0 на версию 2.0. Переход был немножко похож на стихийное бедствие. Поэтому по поводу этого перехода я сделал целый курс. Ссылка в описании. Там вы все и узнаете. А мы в следующем уроке приступим к оформлению сайта.